Уважаю, Иван Артургийович, пока решение еще по этому вопросу не принято до конца, поэтому хотелось бы обсудить, и, может быть, какие-то идеи по этому поводу могут появиться, хотя здесь какая-то уже тактика намечена, просто осталось выбрать, каким путем уже идти. Значит, пациент с диагнозом гигантоклеточной опухоли, где стали наводила левой бедренной кости, состояние после первичного эндопротезирования в 2009 году, через 6 лет после эндопротезирования нестабильность эндопротеза, в марте 2015 года, в июне 2015 года была сделана операция в объеме реэндопротезирования, и в марте 2017 года у пациента была травма, пациент упал, и произошел перепротезный перелом ножки эндопротеза. Чтобы немножко сделать небольшой экскурс в гинекологическую историю этого пациента, данные снимки представлены до реэндопротезирования в 2015 году. У пациента была асептическая ротационная нестабильность бедренной ножки эндопротеза, тип по Хендерсону 2-й Б, пациенту было сделано реэндопротезирование, поменяли ножку, поставили на 2 см длине, потому что была сделана, плюс к тому была сделана резекция бедренной кости. Снимки на момент обращения пациента в марте 2017 года по поводу перелома перепротезного бедренной ножки эндопротеза было принято решение поставить длинную ножку эндопротеза и заблокировать ее винтами. Но через 2 недели примерно после консультации пациент повторно упал, и на момент поступления 20 июня этого года была сделана повторная рентгенография, и была выявлена миграция максимального фрагмента бедренной кости к сзади, что изменило тактику хирургического лечения. Вопрос какой, что с этим пациентом делать сейчас? Рассматривается несколько вариантов. Первый вариант – это тотальное замещение бедренной кости с ухудшением качества жизни пациента, либо попробовать сохранить тазобедренный сустав, убрать максимальный отломок бедренной кости и дополнительно заблокировать ножку эндопротеза винтами. Небольшая ремарка по поводу максимального фрагмента бедренной кости. качество этой кости достаточно кости остеопорозная и лизированная, то есть эта кость, она неопороспособная. Но у пациента за эти три месяца произошла консолидация и перелом образовалась костная мозоль. Пациенту 56 лет. Пациент передвигается на костылях, без опоры на эту ногу, полевого синдрома нет. Чешский проспон, цементный. Вот у немецких эндопротезов есть ножка бюкстахуда, короткая, толстая, как раз с фиксирующими винтами. Вот если попытаться подставить ее, можно какое-то время продлить функцию тазобедренного сустава. Это импланткаст. Тогда переустанавливать полностью весь протез, и надо заказывать конкретно ножку под индивидуальный заказ под этого больного. Была подобная мысль, была заказана более толстая ножка протеза, и есть мысль заблокировать ее винтами. Укорочения нет? Укорочения нет. Укорочения порядка 0,5 см. Длина оставшегося фрагмента порядка 14 см. Нам кажется, что мнения о тотальном протезе нет. Естественно, принимается, вероятно, все ваше второе предложение. Если я правильно помню, я вот в том, что... Проспон пока на этапе разработки модульной конструкции, так вот, чтобы со склада взять и поставить, нету, пока это на этапе апробации.